Пророк Муса, алейхиссалям, после того, как был втянут в историю с убийством, был вынужден бежать, так как он мог получить наказание от Феррауна. И он отправился в местность Мадьян, в местность, в которой жил пророк Шуайб, алейхиссалям, который Всевышний погубил народ этого пророка по той причине, что они отказались от веры в единого Бога. И там пророк Шуайб выдал свою дочь замуж за пророка Мусу, алейхиссалям, и Махрам, то есть в качестве свадебного подарка было 10 лет посте овец пророка Шуайба, алейхиссалям. И пророк Муса все эти 10 лет находился в этой местности, будучи женатым, и помогал пророку Шуайбу, алейхиссалям. По окончанию 10 лет пророку Мусе, алейхиссалям, было велено Всевышним Аллахом, чтобы он отправился к фараону и начал наставлять народ, чтобы он наставлял его. Но фараон противился всем наставлениям, всем указаниям пророка Мусе, алейхиссалям, и сколько бы чудес он не показал, фараон оставался на своем мнении, он говорил людям, что он является Богом. И тогда было повеление от Всевышнего пророка Мусе, алейхиссалям, чтобы он спас людей, тех, кто уверовали во Всевышнего Аллаха и в пророка, чтобы он с ними отправился, то есть покинул местность, в которой правление фараона. То есть, чтобы они отправились в Шам, в нынешнюю Сирию. Когда же они отправились туда, фараон преследовал их весь этот путь, и было совершено такое чудо пророкам Мусе, алейхиссалям. Там справа и слева от пророка Мусе были горы, впереди было море, а сзади пророка Мусе был фараон, который гнался за ним. И ударив посохом по воде, вода разделилась так, что открылся проход на другую сторону, на другую сторону берега, и пророк Мусе, алейхиссалям, вместе с народом, перешли на другую сторону. Когда фараон преследовал пророка Мусу, алейхиссалям, по велению Всевышнего, море сомкнулось, и таким образом Всевышний погубил войско Фераона и его самого. И на этом, можно сказать, заканчивается история пророка Мусы, алейхиссалям, который наставлял на правильный путь народ, который призывал Фераона, человека, который называл себя Богом, к единобожию. И таким образом Всевышний проучил фараона и проучил его войско за то, что они не уверовали в нем. Субтитры создавал DimaTorzok